Заметили ли вы, что самые популярные YouTube-каналы про продуктивность ведут мужчины? Я заметила. Это невозможно не заметить, как и то, что в 2024 году мы все еще имеем крайне немного в соотношении со всем остальным исследований в отношении тела женщины. И я не просто так начала мой рассказ про ютуберов, которые говорят нам про продуктивность. Потому что наибольшее наше отличие мужчин от женщин вы можете увидеть на графике, который показывает гормональную систему мужчин в течение месяца и женщин в течение месяца. Вы наверняка могли ее видеть где-то в интернете, я освежу ваши воспоминания. Мы тут что видим? Что у мужчин в течение месяца волнообразная система гормональная. В основном она зависима от тестостерона, который с утра у нас начинает повышаться, к обеду ее пик и к вечеру он снижается. И так изо дня в день. В то время как у женщин мы тут видим небольшой расколбас такой самый незначительный. И здесь у нас есть менструальная фаза, фолликулярная фаза. То у нас овуляция и лютеиновая фаза. И это просто, если мы говорим, по верхам пройдемся. Именно поэтому нам важно разделять продуктивность женщин на продуктивность мужчин. Все мы живем в патриархальном обществе. Ну давайте будем реалистами. Но тем не менее у многих из нас есть сейчас возможность подстраивать свои задачи под свои возможности и потребности. Но вот как эти возможности и потребности выявить? Как вообще понять, что мне сейчас делать, если я привыкла всю свою жизнь жить в режиме сдохни или умри? Сегодня мы с этим разбираемся. Будет небольшое введение теории про женский организм, про термины, которые мы будем использовать. И потом будет суперпрактическая часть, где я покажу планер, с помощью которого можно как раз таки расставлять свои задачи в зависимости от фазы вашего менструального цикла. И начнем с базовых понятий и отличий. Менструация это начало менструального цикла. Это вот в эти 2, 3, 5, 7 дней, в которые происходят кровенистые выделения, в которые отторгается непонадобившийся, непригодившийся эндометрий и он выходит из нас. Это менструация. А вот менструальный цикл, это весь цикл, за который созревает и умирает яйцеклетка, за который может случиться беременность, а может ее не случиться. Стандартно, по медицинским цифрам, менструальный цикл в среднестатистически длится 28-30 дней. Менструальный цикл включает у нас 4 фазы. А что это за фазы, рассмотрим чуть позже. На что же влияет менструальный цикл? В течение менструального цикла у нас очень по-разному работают гормоны. Два самых важных это эстроген и прогестерон. Про них вы точно могли слышать. Есть еще тестостерон и множество других. Но вот два самых главных. Вернемся назад. Там, где мы рассматривали отличие мужской гормональной системы от женской гормональной системы. Здесь мы видим, что в зависимости от фазы цикла, а вот раз, два, три, четыре фазы, мы, гормоны в нашем организме работают по-разному. А разная работа гормонов, разный уровень гормонов в организме отвечают за нашу продуктивность, сосредоточенность, за наше спортивное состояние, физическое состояние, моральное состояние. В общем, биохимия тела в действии. Итого, я уже говорила, что есть четыре стадии. Менструальный цикл начинается с менструальной фазы. Далее идет лютеиновая, потом у нас овуляторная. Она длится 2-3 дня. И потом уже угасающая такая лютеиновая. В последние дни лютеиновой фазы мы как раз-таки можем испытывать синдромы ПМС. Кто-то может, а кто-то нет. Как это происходит на физическом уровне? Давайте посмотрим наглядно, как это происходит на уровне нашего взаимодействия с миром. Уже разберемся, когда будем рассматривать планер. На физическом уровне у меня есть для вас небольшая игра, так сказать. Покажу, что происходит в каждой из фаз. Опять-таки, это поверхностно. Если вы хотите углубиться, интернет вам в помощь. Поверхностно. Так выглядит наша матка. На всякий случай полость матки, яичники, полопиевые трубы, влагалище и шейка матки. Тут понятно. Что происходит в первую фазу? Менструальная фаза. Менструальную фазу. Вот у нас здесь есть энтометрий. Он вырос для того, чтобы в идеале яйцеклетка оплодотворилась и к нему прикрепилась. Но он оказался ненужным. Впрочем, как и яйцеклетка. Она в матке, в маточной полости и энтометрий. Вот он растет у нас здесь по стеночкам. По стеночкам вырос такой рыхленький, липкий, чтобы в яйцеклетке точно было удобно за него зацепиться. Но яйцеклетка не оплодотворилась и этот энтометрий нам не нужен. И поэтому он у нас в период менструации выводится вместе с погибшей яйцеклеткой, неоплодотворенной. Все. С густками, кровянистыми выделениями пошел и вышел. Это менструальная фаза. Где-то ближе к концу менструальной фазы, в целом в ее продолжении, у нас в яичниках, вот тут, начинают созревать фолликулы, образовываться. Фолликулов может быть от 5 до 30, это зависит от вашей генетики. Фолликулы ограничены у нас, у женщин в жизни. Они закладываются еще в период, когда женщина, человечек, маленький, девчоночка, эмбрион. И зависит от генетики матери. Получается, фолликулы образовались в яичниках. Да, их много. Вот они образовываются. Они начали образовываться еще в менструальную фазу. Менструация закончилась, мы переходим в лютуиновую фазу. Это активное развитие фолликулов. В лютуиновую фазу еще и эндометрий начинает тоже у нас потихонечку уже образовываться в нашей маточной полости. Среди всех фолликулов, которых может быть 5, или 20, или 30, есть один доминантный фолликул. И вот как раз, когда мы подходим к фазе овуляторной, этот фолликул лопается и, нашему вниманию, яйцеклеточка. Вот она. Только в одном фолликулу в итоге созрела яйцеклетка, одна яйцеклетка. И эта яйцеклетка начинает, вот овуляция, она вылупилась, фолликул разорвался, и она начинает свое путешествие по фоллопиевой трубе. Здесь она может уже столкнуться со сперматозоидом и должна как бы, да? На это все и рассчитано, что здесь она оплодотворится. Эта овуляция, она в среднем 3 дня длится, может 2, а у кого-то и 1. Но этого не происходит. Она одиноко продолжает свой путь дальше по маточной трубе и попадает в полость матки, где организм понимает, что беременности не будет. Эндометрий не нужен, а он уже вырос, он такой рыхлый, липкий, чтобы уже готовый, чтобы на нем закрепился эмбриончик. Но нет. Организм такой, ну блин, жалко. Да, и это лютоиновая фаза. В лютоиновую фазу как раз эндометрий, погибшая яйцеклетка. Они такие, черт. Понятно, что это не с радостью происходит, потому что лютоиновая фаза у нас 14 дней. Какое-то время все-таки и яйцеклетка еще имеет возможность оплодотвориться. Ну и все. Черт, не произошло беременности. Поэтому и эндометрий, и погибшая яйцеклетка с слизистыми выделениями выходят из нас и начинается менструальная фаза. И так по кругу. Это была обучающая минутка. Я надеюсь, вам понравились мои все эти прекрасные зарисовки. Это не все. И вы можете узнать намного больше, что дальше происходит с фолликулами, которые не развились в яйцеклетку. Что такое желтое тельце. И множество-множество нюансов про гормоны я всем рекомендую почитать. Но сегодня это то, что нам надо знать как базу. Конечно же, вся эта реакция, весь этот процесс в организме сопровождается гормональными изменениями. Это нужно для того, чтобы фолликулы созревали, чтобы в них созревала яйцеклетка, чтобы фолликул рвался, чтобы эндометрий нарастал новый. Чтобы матка сокращалась, отторгая этот эндометрий ненужный. И вот эти колебания гормонов, они и приводят к тому, что у нас разное самочувствие в зависимости от фазы цикла. Тем не менее, я хочу заметить, что несмотря на то, что вот у нас есть такие исследования, у нас есть фазы цикла, у нас есть влияние гормонов. Но все еще их недостаточно для того, чтобы мы сказали. Вот каждой женщине вот подходит вот это. Мы разные, таблетки нет. Надо все равно опираться на свои ощущения. Например, в овуляцию одна женщина может чувствовать себя суперкруто, секси, просто королевой мира. А другая женщина может испытывать дискомфорт и даже кровянистые выделения. То есть, ну, согласитесь, разница есть. Поэтому все равно мы опираемся на себя. И нет универсального инструмента. Тот инструмент, который мы сегодня с вами будем рассматривать, он максимально корректируется под ваши ощущения. И он максимально разработан так, чтобы иметь возможность познакомиться с собой, со своим телом и стать с собой ближе, лучше самой себе разобраться на физическом уровне. Подробнее, как мы эмоционально чувствуем себя в каждой из фаз цикла, а не только что происходит с нашей яйцеклеткой, фолликулами и маткой, мы рассмотрим уже на примере планировщика. А именно, планировщик у нас в Notion, конечно же. Он такой красивый. И давайте его откроем. Как в целом выглядит планировщик? Это ваш digital блокнот. Вверху у нас есть фазы. Чуть ниже у нас есть навигация по страницам и кнопки добавления задач и записи в дневник. У нас есть все задачи и задачи на сегодня. Здесь у нас карточка сегодняшнего дня, страница сегодняшнего дня. Чуть ниже у нас календарь, который можно подконнектировать со своим Google календарем. И еще ниже у нас записи в дневник. У нас здесь есть дневник, страница благодарности, ревью недели, ревью месяца, книга и кино. И мы рассмотрим сейчас все подробно. Но в целом достаточно простая первая такая разворотная страница, с которой уже и будет происходить все управление своим циклом, своими симптомами, своими эмоциями. Можно будет писать дневник, можно будет писать, что сегодня вы почувствовали, что съели, какая аффирмация дня, какое слово дня, какое настроение. Можно будет выставлять уровень продуктивности. И вообще здесь очень много функций для того, чтобы иметь возможность и задачи ставить, и отслеживать, обращать внимание на то, где вы сейчас находитесь. В каком вы сейчас состоянии, что вы чувствуете в эту фазу цикла. Давайте ближе знакомиться с инструментарием. Все начинается с менструальной фазы цикла, конечно же. Но не сразу мы сюда пойдем. Сначала нам надо настроить нашу фазу с датами. Ведь у всех она разная. Вы начнете ввести этот планер, когда, предположим, будете в менструальной фазе. Хорошо, что нам надо сделать? Нам надо пойти чуть ниже. Мы нажимаем настройка дат. Здесь созданы страницы под 6 циклов. То есть в среднем у нас менструальная фаза 5 дней, фольгулярная 9, авальтерна 3 и лютеинова 11. Естественно, у вас это может быть абсолютно по-другому. И все это здесь настраивается. Предположим, что у меня менструальная фаза 4 дня. Начиная с 3 марта, потом 4, 5 сегодня и 6. И 6 она закончилась, но у меня есть еще 5 день. Что мне делать? У меня все, закончилась менструальная фаза. Все просто. Я хватаюсь за 6 точек и перетаскиваю 5 день в волекулярную фазу. Все. Так ежедневник и настраивается. Если же у нас закончились все даты, а у вас, например, менструальный цикл 40 дней, а тут только 28, это тоже решается нажатием на кнопку плюс и пишем номер дня 29. Таким образом создалась новая страница. Это значит, что ежедневник полностью подстраивается под количество дней вашего менструального цикла и под фазы, в которые они попадают. В этом его супер гибкость. Что же у нас внутри дней? Давайте смотреть. Вот мы настроили даты. Менструальная фаза. Она с 3 по 6. Выходим на главную страницу. Для этого у нас есть навигация. Вышли на главную страницу. Что мы здесь видим? Во-первых, карточка сегодняшнего дня. Сегодняшние задачи, потому что я их уже внесла. И фаза. Мы можем с любого из этих мест управлять нашими задачами. Можем посмотреть обзор. Это менструальная фаза. Мы ее открываем. У нас здесь есть рекомендации по трем сферам. Спорт, работа и личная жизнь. Менструальную фазу. Все наши гормоны находятся внизу. Мы можем чувствовать себя уставшими, сонливыми, некреативными, несосредоточенными. И, конечно, классно в эту фазу дать себе отдохнуть хотя бы первые дни. Если это возможно, то и выходной тоже хорошо бы взять. Но даже если не брать выходной, то ставить себе план на день, учитывая то, в каком состоянии сейчас ваш организм. И здесь, в этой развертке, мы видим все дни, которые мы включили в нашу фазу. А это 4 дня. Мы видим задачи, которые себе поставили. И можем зайти, например, в первый день. У нас фаза автоматически здесь менструальная. Дата треть числа. Водный баланс. Можем поставить, сколько мы выпили воды. Можем выбрать, какое у нас настроение в этот день. Уровень энергии от 1 до 10. Пусть будет 2. Можно поставить. Можно выбрать слово дня. Давайте отдых. Можно записать события, если вы вечером заполняете эту страницу. Можно написать, что было на завтрак, каша, на обед, на ужин. Все это можно записать. Если у вас была какая-то спорт-активность. Мы тоже здесь выбираем. Я потом вам покажу пространство, в котором мы можем отслеживать наш спорт. Я здесь выбираю йогу. Симптомы. Можно отметить симптомы. Например, тяга к еде и боль в спине. Мы отметили симптом. И тут же можно написать задачи на день. Мы уже сделали такой небольшой обзор. Мы уже посмотрели, что мы сейчас находимся в менструальной фазе. У нас сверху есть рекомендации по разным сферам. Исходя из этого, можно настроить свои задачи. Я добавляю задачу поспать. Задача добавлена. Если задачу я добавила, я могу отсюда выйти. Здесь у меня будет итоговое ревью дня видно. Итак, каждый день, где я заполню, я все буду видеть. Здесь будут все задачи, которые я себе поставила. Вот поспать. Я могу добавить ей сферу. Это у меня дом, отдых. Если задача закрыта, я нажимаю на кнопку «Задача закрыта». И она у меня перемещается вниз. И меняется у нее статус, как «Сделано». Это в развертке фазы. Но вам не обязательно каждый день заходить и смотреть именно из вида фазы. Мы можем посмотреть с нашей главной страницы. Пока мы не ушли из фазы, я покажу, что как только мы отмечаем какие-то симптомы в одном из дней, они автоматически показываются вот здесь вверху, что достаточно удобно. Мы выходим в наш дневник. Обратно на главную страницу. И видим, какие у меня задачи на сегодня стоят. А у меня сегодня не первый, а третий день. Карточку третьего дня. Можно вот ее здесь открыть. И здесь уже написать тоже. Вот у меня все задачи здесь. У меня здесь тоже можно пометить завтрак, обед, ужин. Все то же самое. Можно выбрать уровень своей продуктивности, водный баланс, настроение, какие-то занятия спортом, симптомы. Все это здесь можно отметить. Здесь же можно поставить себе задачи на сегодня и посмотреть, что у нас по задачам на неделю. Может быть, что-то с сегодняшнего дня не сделано, еще не закрытое. Мы можем перенести сразу, перетащить на завтра. Здесь показываются задачи на неделю, их можно туда что-то толкать. Вот сценарий для шортс я перетащила обратно на сегодняшний день. Получается, что и в задачах на сегодня. Вот сценарий для шортс. Все задачи, которые сделаны, они в виде задачи на неделю не показываются. Зачем они нам там нужны? Но если я верну, например, выложить шортс. Вот у меня сделано, я могу обратно изменить статус на не начато. Вот выложить шортс, задачи на неделю, выложить шортс, можно переместить на четвертое число, и тогда из задач на сегодня выложить шортс пропадает. Аналогично, если у нас в задачи на неделе есть выбрать дату прямого эфира, если я ее сегодня решу, сделаю задачу закрыто, она пометится как сделанная, и она из задачи на неделе у меня пропадает. Тут все достаточно просто работает, это как в бумажном планере, только умно и оцифрованно. И не показывается вам то, что вам надо, а то, что надо показывается, что удобно, комфортно. Что еще мы можем сделать на этой странице? Мы можем добавить новую задачу или добавить запись дневник. Добавить запись дневник можно или кнопкой запись дневник, или вот у нас тут сверху есть add дневник. Если мы выбираем add дневник, мы можем выбрать запись дневник, опцию. Запись дневник добавилась, мы ее открываем, и можем здесь написать наш текст, ревью дня, где это потом посмотреть, я вам покажу. Если сейчас немножко запутано, не переживаем, сейчас будем распутывать. Это чтобы понимать общую механику работы с одним днем. Но у нас полноценный планировщик, поэтому здесь много есть разворотов. Это просто я вам показала, как все развороты собраны в одном дне, но их также можно смотреть отдельно. И что я имею в виду? Пойдемте на главную страницу. Чтобы переместиться на главную страницу, у нас сбоку есть навигационная панель, главная страница, нажимаем на нее. Тут мы уже поняли, здесь по фазам все распределено, здесь сегодняшний день, здесь сегодняшние задачи, также можно смотреть все невыполненные задачи. Но у нас же навигационная панель есть, давайте пройдемся по ней. Что у нас здесь есть? В настройку дат мы уже ходили. Здесь мы настраиваем даты нашего цикла и наших фаз. Если цикл у нас активный, он в процессе. Когда цикл закончился, вам надо перевести цикл в статус завершился, растянуть здесь везде завершился и перейти к настройке дат уже на втором цикле. Если вы этого не сделаете, у вас могут смешаться немножечко задачи, перемешаться, что будет неудобно. Поэтому обязательно цикл завершился, мы меняем статус на завершился. Сейчас он у нас в процессе, правда? Что у нас дальше? Настройка дат, разобрались. Дальше у нас задачи. И здесь находятся задачи, актуальные, задачи закрытые и задачи на неделю. Тут тоже все достаточно понятно. То есть вы можете управлять своими задачами или из вида дня, карточки дня, или заходить в отдельную вкладку задач. Дальше у нас есть дневник. И дневник достаточно интересное место, потому что он разделен у нас на несколько категорий записей. Мы тут можно очень разные вещи помечать. Мы здесь можем помечать записи в сам дневник, можем писать рецензии на книги, фильмы, делать ревью недели или месяца и писать дневник благодарности. Для каждой из этих категорий я сделала шаблон, чтобы не писать с чистого листа. Давайте посмотрим, как выглядят шаблоны для каждой категории. Запись дневник. Просто текст. Ну, красиво оформленный, но что же еще тут надо? По-моему, ничего. Тут каждый пишет дневник как хочет. Потом фильм или сериал рецензия. Тут есть шаблон для заполнения рецензии на фильм или сериал, и потом это можно будет пересмотреть, обновить в памяти. По такой же аналогии у нас работает, давайте посмотрим, ревью месяца. У нас здесь есть шаблон, который мы заполняем, когда делаем ревью месяца. Понятно. То же самое, страница благодарности, шаблон, и здесь есть подсказки с вопросами, если у вас стоит вопрос, за что сегодня написать благодарности. Как работают шаблоны, разберемся чуть-чуть позже, но все, что вы запишите, будет оставаться и сохраняться здесь. После дневника в навигационной панели есть симптомы. И симптомы уже автоматически. Есть перечень какой-то по умолчанию, который я добавила в вашу базу данных. Но если вы хотите добавить другой симптом, например, вам важно отслеживать головную боль, там с одной или с другой стороны, или еще какой-то симптом, который не совсем, даже не связан с циклом, а связан просто с вашим здоровьем. Вы просто его сюда добавляете, добавляете кнопочку new и пишете название симптом. И он добавляется, и потом из вида, из карточки дня, его можно будет сюда добавить. Вообще, без вопросов. Это все тоже адаптируется под вас. После симптомов есть отдельный разворот, спорт. Я действительно люблю этот разворот, потому что в нем, во-первых, можно помечать свои параметры каждый месяц, прикреплять фотографии за каждый месяц, и также можно добавлять тот вид спорта, которым вы занимаетесь. У меня сейчас это йога и танцы. Если я открою йогу, то у меня здесь будет план занятий, материалы я сюда могу подкрепить. Здесь есть навигационная панель. Давайте обратно вернемся в спорт. Вот, если вы хотите добавить любой свой спорт, тут так все настроено, что вы просто нажимаете тоже на кнопочку новый. И это, например, танцы. И здесь автоматически уже будет создаваться шаблон, в котором, опять-таки, будет навигация, будет план занятий, будут материалы. То есть вы не просто новый разворот открываете, его расчерчиваете. Нет, здесь все расчерчено за вас. Вы можете это менять под себя, несомненно. Но, тем не менее, это не с чистого листа. Здесь по типовому варианту оформлены все наши форзации в разделе спорт. Ну, по-моему, неплохо, что скажете. Тут сразу и обложка, тут сразу и аватарка. В общем, люблю этот разворот сильно. Давайте возвращаться на главную страницу. И еще раз пройдемся по тому, как функционирует наш планер, чтобы теперь уже с пониманием, какой здесь есть функционал, понимать, как я его весь скомпоновала, как все эти развороты, которые мы сейчас посмотрели раздельно, работают на одной странице. Получается, здесь задача. Где бы вы не поставили задачи, карточки дня, карточки фазы, отдельно во вкладке задачи или здесь, они все синхронизированы между собой. Они все появляются во всех этих пространствах единовременно. Это как сделать запись на одной странице, а она дублировалась сразу на пять страниц с такой же темой. Что круто, согласитесь. Идем вниз. Здесь у нас недельный разворот календаря. И как только мы назначаем даты, вот там сверху мы настраивали даты на нашу фазу, здесь сразу появляются карточки для наших дней. Вот эта карточка, этот разворот, это то же самое, что и этот разворот сегодня. Давайте проверим. Мы открываем здесь третье число, третий день, число у нас пятое. И что-нибудь изменим. Например, на завтрак я напишу омлет. Я написала на завтрак омлет. И еще я хочу сюда добавить задачу. Например, снять видео. Выхожу отсюда и вижу, что в карточке дня у нас тоже появился на завтрак омлет, потому что это точно та же карточка. И в задачах у нас появилось снять видео. Если здесь я нажму задача закрыта, то я могу теперь перейти обратно в эту карточку и посмотреть, что снять видео, где оно переместилось вниз и изменился статус на сделано. Блин, скажите магия. По-моему, магия. Мне больше всего нравится все-таки работать и с задачами, и с планированием дня, именно из карточки сегодня, если я планирую сегодняшний день, да? А уже потом отслеживать мой прогресс выполнения, отслеживать, заполнила я или не заполнила. Мне больше нравится из главного экрана. Но в целом я просто закрепляю себе вот эту карточку дня и на нее возвращаюсь в течение дня. Фу, становится немножко понятнее, правда? Что у нас дальше есть? Дальше у нас дневник, благодарность, ревью недели, ревью месяцев, книги, кино. Вы можете прямо здесь добавлять сюда записи. Например, если кино, мы хотим сделать ревью на какой-то фильм, просто нажимаем кнопочку «Добавить», и у нас появляется сразу оформленный шаблон для ревью фильма. То есть тоже не пустой разворот, а уже оформленное пространство, которое нам осталось только заполнить. Магия. Тут можно подкрепить обложку, можно историю создания фильма, основную мысль актера, впечатления. В общем, полноценное ревью. Точно так же работает со всеми остальными вкладками. Например, на вкладке «Ревью месяца» мы тоже нажимаем кнопочку «Добавить», и у нас подгружается шаблон для заполнения ревью месяца. Нам остается его только заполнить. В названии можно написать «Май», например. Все, выходим, здесь будет «Май», здесь будет «Ревью мая». Такая история. Но не только здесь их можно добавлять. Так же можно перейти, например, в сегодняшний день. Мы можем здесь перейти в сегодняшний день. Или давайте откроем менструальную фазу. Почему бы и «Да»? И в менструальной фазе перейдем в карточку сегодняшнего дня. Мы ее открыли. И мы хотим добавить, написать благодарности. Для этого мы нажимаем «Плюс», открываем и выбираем шаблон страницы «Благодарность». Она подгружается. Мы можем ее переименовать. По умолчанию там проставляется дата, поэтому дату ставить не важно, но можно написать «Хороший день», написать «Благодарности», «Спасибо за что-то», «Еще за что-то», «Еще за что-то». Все, закрываем. И теперь в карточке дня у нас прикреплена «Благодарность», запись «Дневник» прикреплена. Мы можем это увидеть также на превью карточки, что здесь есть запись «Дневник» и «Благодарность». И также на главной странице «Благодарностях» появилась наша «Благодарность». Автология, ну вот, хороший день. Самое новое будет всегда самое первое стоять, и самое старое по дате будет стоять дальше. Так это все работает. Это все между собой связано и синхронизировано, и оно синхронизируется ровно под ваши даты цикла, в которых вы сейчас пребываете, потому что они из месяца в месяц могут разниться. И главная ценность в том, что мы все это можем под себя настроить. Во-первых, это уже настроено, и нам осталось по факту только добавить даты свои в фазы цикла. Все, все остальное автоматически отслеживает сам планер. Мы можем здесь описать свои мысли, мы можем здесь заниматься спортом, отмечать, как мы им занимаемся. Мы можем здесь ввести дневник питания, мы можем здесь контролировать свое настроение или симптомы, и можем смотреть развертку по циклам, по фазам. В какую фазу, как все-таки мы себя чувствуем, и сходятся ли наши чувства с тем, что описано в учебниках и научных статьях. Последнее нам осталось рассмотреть, это кнопки быстрых действий. Они расположены тоже на каждой странице. Вот мы можем перейти в лютеинную фазу, там все будет точно так же оформлено, только другие рекомендации по сферам жизни для задач. Лютеинная фаза самая у нас долгая, длительная, вот к ней подвязаны несколько дней, к которым я уже тоже проставила даты. И здесь мы можем тоже воспользоваться или быстро навигацией и выйти туда, куда нам надо, или можем добавить задачу новую, кнопкой новая задача. Пишем, я не знаю уже, что писать. Пишем, выпустить видео. Выбираем день, 17, например. И можно выбрать здесь сферу работа. Если хотите, можно задачу еще подробно как-то расписать. Да? Ну, в целом, все, мы добавили задачу, она у нас появилась здесь в задачнике. Если задача закрыта, нажимаем задача закрыта. Она меняет свой статус, у нас сделано. То же самое. Запись дневника можно добавить вот здесь кнопкой «Добавить дневник» или кнопкой «Запись дневник». Тогда создается страница, выбираем тот шаблон, что нам нужен, а это или запись дневник, или рецензия на книгу, страница благодарности, ревью месяца, рецензия на фильм или сериал, или ревью недель. Давайте у нас будет рецензия на книгу. То у нас автоматически подгружается шаблон. Мы его заполняем. И после того, как мы его заполнили, выходим. Все. Можно идти обратно на наш главный экран. И на главном экране в книгах появилась еще одна запись. 26.02.2024. Это день, когда я снимаю это видео. Если я изменю название, примерно «Мастер и Маргарита», то, соответственно, название поменяется. Я смогу по названию найти ту книгу, на которой я писала рецензию, а они здесь все будут сохранены. Такая история – это весь функционал. Немножечко есть заморочка только с настройкой «ДАТ». Но он есть только потому, что у нас разные фазы длятся, разное время, а у каждой из нас вот такие мы уникальные человечки. Все. А дальше все работает в связке друг с другом. Мы рассмотрели физиологию женскую. Мы посмотрели на планер, который может быть классным помощником в этом. Планер можно получить по ссылке в описании под видео. Если он платный, что логично, это большой продукт, над которым я работала много времени, и он действительно показал себя в работе охеренно. Вот так я скажу. В нем больше 200 страниц уже созданных, а вы можете создавать их до бесконечности. 10 шаблонов страниц, которые создаются уже как готовый разворот. В нем есть навигация на каждой странице, чтобы вы не потерялись. Также к нему прилагается чат поддержки технической. Если у вас любой вопрос, связанный с Notion, возник после этого видео и работой в этом планере, то у нас здесь есть гиперссылка, которая ведет, такая шкатулочка с жемчужиной и самолетиком на чат поддержки, в котором я почти круглосуточно доступна для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Также в нем, конечно же, гибкие возможности по синхронизации с вашей фазой цикла. Такой планер получается. Все, у меня сегодня все. Спасибо большое за внимание, что смотрели так далеко это видео. Надеюсь, вам все понятно. Если нет, жду ваши вопросы. Как всегда, с вами была я, Маша. На этом канале и на этом месте мы с вами создаем свою идеальную цифровую инфраструктуру Notion. И не только. Я вас всех целую, обнимаю. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok